Давайте начинать, дальше не будем, у нас, наверное, достаточно, у нас вполне получается репрезентативная аудитория, вполне достаточно хорическое. Значит, прежде всего, прежде чем открыть нашу конференцию, наше чтение, я хочу сделать пару организационных замечаний. Значит, первое, у нас одно изменение в программе. Элементативный нормик, к сожалению, не сможет присутствовать, не сможет сделать свой доклад, так что количество докладчиков у нас сокращается на одного. Это первое. Таким образом, у нас получается, что первые четыре доклада, простите, песочек, измена Ликбюдова, Абашкипова и Санальоной составят первую половину нашего заседания. По нашему расчету, мы закончим эту первую половину примерно в двух часах. Дальше у нас будет часовой перерыв для обеда, и с трех часов у нас будет вторая половина, соответственно, кукав, Андреев и Дискорг за экраном. Вот, это, значит, так, порядок первой половины у нас вот такой, какой я прочитал, порядка второй половины может быть немножко изменится, там у одного из докладчика там неясно, что в списании. Вот, но, тем не менее, надеюсь, что так, примерно так и будет. После заседания 157-й аудитории будет у нас фуршер, поэтому все, прошу, прошу туда. 157-я аудитория, так называемая полеварентная, потому что, ну, прижарбол, которую не все знают, или почти никто не знает, но вот, которая, значит, она располагается, это же вниз, если отсюда по лестнице, вот прямо от нашей Актерии, по лестнице вниз, до конца коридора и там вот она. Ну вот, значит, так, что еще сказать? Обед, ну, в большинстве, по-моему, здесь люди из РГБУ, значит, проблем нету, но если кто-то есть из гостей, кто не знает, где столовую, допустим, не знающие и не знающие. И как, так сказать, все хорошо. Так, затем мы открываем наше заседание. Это третий по счету чтение памяти Эльзара Моисеевича Мелитинского, нашего замечательного учителя, друга, коллеги, основателя Института высшего муманитарных исследований, его, бессмертного в его жизни, директора этого института, который носит сейчас его имя. Эльзар Моисеевич был человек энциклопедический и занимался многими разными вещами и многими разными проблемами. Так или иначе, эти проблемы были связаны с форклором и экологией. Хотя в последние, даже не годы, а в десятилетии жизни он довольно сильно вышел за пределы, собственно, экологистических исследований, экологистической проблематикой и занимался проблемами исторической поэтики уже на материале литературы. Сначала в средневековый, затем в средневековое возрождение, затем в новом времени, и в последние годы жизни проблемами русской литературы 19-го века. Это в некотором смысле он таким образом осуществлял программу, которая заложена была в его исследованиях еще с самого начала, с самых первых шагов. Как он рассказывал сам, для него изучение фольклора было не самоцеленным, для него изучение фольклора было шагом в понимании общих закономерностей исторической поэтики, в области жанра, стиля, сюжета, образ, мотивов и так далее. На этом пути он рассматривал последовательно, с очень большой последовательностью, если надо сказать. Сначала у него была первая его книжка по сказкам, в которой еще вернулись немножко, вот, его волшебные сказки. Второй его проект был связан с эпосом, героическим эпосом, и третий проект был связан с мифом. Ну, если говорить о наиболее известной его работе, это книга поэтика «Мифа», бесчисленное количество раз переиздававшись, и переведет на полные абсолютно мои языки. Да вот. Так или иначе, составление было первой темой Резарова Муисевича. В 1958 году вышла книжка «Герои волшебной сказки». Книжка эта была написана за 10 лет до того, но и в 1948 году она должна была стать его докторской диссертацией, но арест и заключение, и потом последующие реабилитации и так далее, оттянули этот процесс. И лишь благодаря счастливой случайности книжка, ровопись этой книги уцелела, потому что при опыске все было изъято, и один единственный экземпляр сохранился у рецензента книги Сергея Александровича Токарева, очень известного из советского этнографа. Я должен вам сказать, что именительно в обстановке 40-х годов сохранение рукописи арестованного по социально-социальному деятельности человека было актом огромного мужества. И это как-то вот в методологическом плане Сергея Александровича есть много разного рода претензий, в частности, обвинение его в бульгарно-социологическом подходе основательное обвинение, при том, что он не был человеком невежественным, а противнообразованным, не знающим. Но речь не о нем сейчас. Так вот... Ильзар Моисеевич рассказывает, что когда у Кузя из влечения пришел Токареву, первое, что он сделал, он вручил ему. Да, да, я просто вручил ему. Через много лет, Ильзар Моисеевич рассказывал, ему было звонок из КГБ. А мы нашли... Мы нашли вашу книжку, вашу руку здесь бывает. Не хотите ее заправить? Надо, так сказать, ну, я же не словно послал в черту, но, в общем, там же книжка уже была. Извини, не один раз. Это было чуть ли не в Буртыч, не в 90-е годы. Совсем не надо. Вот тут кстати. Они чистые, если так, если так, если так. Значит, это самое. Таким образом, да, вот, то есть, я об этой истории упомянул не только как бы о таком ярко-теографическом факте, а как еще и ее надо иметь в виду, потому, что книга эта писалась в 40-е годы, в середине 40-х годов. Что такое середина 40-х годов в Советском Союзе? А Ильзар Моисеевич работал в это время в Петрозаводске в научном центре, фольклорном центре, и заведуал там отделом фольклора. Прежде всего, это полная изоляция, если в какой бы то ни было научной информации. Это значит, что вся литература, которой она мог пользоваться, это только довоенная, зарубежная литература, которая еще успевала попадать в какие-то библиотеки вообще. Что никаких контактов, ни с какими зарубежными коллегами не существовало. Это было политическим преступлением. Понимаете? Поэтому, вот в том виде, в каком мы знаем книжку «Герой волшебной сказки», это чудо эрудиции и, можно сказать, такого охвата материала максимального на тот момент, как так скажешь. Он предложил очень последовательную, очень выстроенную эволюционистскую концепцию, которая была вполне в духе времени. Происхождение сказки у него не очень одолинейно и не является моногенетическим, так сказать, потому что он допускал полигенез сказки из разных источников. Но так или иначе, эти источники в основном сводились к мифу, так или иначе, к мифологической. Он в большой степени противостоял, не то что противостоял активно, но, во всяком случае, не был согласен с ритуалистическими гипотезами происхождения, как миф, как фольклорных жанров, наиболее яркой в нашей науке, того же времени произведения, написанные в русле ритуалистические гипотезы, это исторические формы Волшебной сказки Владимир Яковича Прокупа. У него была другая устанавка. Что в последующей жизни Елизавет Моисеевич не оставлял довольно долгое время тему, связанную со сказкой. Но историческое ее рассмотрение для него закончилось публикацией этой книги в 58-м году. То есть, как бы сказать, длительность не стыдного. Садитесь за столом, что ли? Да вот. Для него продолжал оставаться сам материал сказки, продолжал оставаться для него актуальным. Я должен здесь вспомнить, что мне посчастливилось мне и моим тоже сверстным коллегам, отсутствующим сейчас Сергеем Неновик и проживающим в нашей стране Леонид Иванович Сегау, работать вместе с Елизаветом Иосеевичем в домашнем семинаре, когда мы занимались исследованием структуры волшебной сказки. И это происходило в середине 60-х годов. Мы были вчерашними студентами, он был нашим учителем и уже учителем, остающимся всю жизнь и одновременно старшим уже коллегой и соавтором. Это была наша первая совместная работа в протяжении нескольких лет, по-моему, лет пять. Каждую неделю по средам, вечерами мы собирались у него в доме и мы занимались вот этими исследованиями. Было трудно сейчас понять, что такого рода исследования тоже были нелегальными. Это довольно любопытно, почему в структуре волшебной сказки надо заниматься подпольным. Но это было так. Вот. Мы за это, как бы в это время уже не сажали, но во всяком случае это не прощается. Все попытки перенести эти занятия в какую-то предательную какую-то институционализацию такую официальную упирались абсолютно в пробиваемую стену. Так вот, так что, но в это время это было уже не историческое, а такое структуралистское, синхроническое рассмотрение сказки, ее, скорее, по следам марфологии сказки Владимир Яшевич пробка. Так, каллическая тема для него оставалась все равно актуальной. Но вернемся к герою волшебной сказки. Итак, с тех пор, как она вышла, прошло более полулево, а с тех пор, как она была написана, более 60 лет. Понятным образом я уже упоминал о том, в какой обстановке, научной обстановке, в какой условии, научных условиях и информационно-информационных условиях эта книга писала, изменилось все радикальнейшим образом. Это невероятно изменилось. Изменилось поле знаний, изменились подходы, изменилась главным образом, конечно, информация о традициях, культуре, текстах и так далее. Это хлеб, вода и воздух. Понимаете? С этой точки зрения у Юдивя Моисеевича, книжки Юдивя Моисеевича, написанной в, так сказать, говоря современного языкового эволюционистской парадигме, то, что сейчас вообще почти что прослятые и отброшенные вообще куда-то, так сказать, не знаю куда, оказалась счастливая история. Книга по-прежнему востребована. Почему это так? Я думаю, что это происходит потому, что те категории, формальные, жангами, семантические, те корреляции, которые я восстанавливал между сюжетами сказки, образами сказки, мотивами сказки и этнографической реальностью, они устояли. Они продолжают оставаться вполне, так сказать, значимыми для нашего времени. И потому, что те, так сказать, те категории, которые им были выработаны, как-то мифологическая миличка, мифологическая сказка и так далее, и так далее, они продолжают работать уже вне эволюционистской парадигмы. Они живут сами по себе, но получить их можно только тем образом, который получил президент Васильевич. Вот, собственно говоря, наша тема сегодняшней конференции сказковедения после Меретинского сказковедения в некотором смысле через 50 лет, хотя это может не очень парень так говорить, нам может так сказать и посвящена наша конференция. Я представляю, по-моему, вот этому сообщению вопросов нету, конференции 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 тема искусствоведения очень не знаю, как он такой естественный совет тема искусствоведения находится в право право вот поэтому я представляю слово для первого доклада регламент у нас 20 минут на обсуждение и огромная просьба для находиться в рекламенте вот значит итак Артем Викторович Казин герой волшебной сказки через 52 лет за так Я понимаю, что название его сообщения звучит очень громко, но что делать? Несколько слов в начале, не относящихся к теме. Первое, что я хочу сказать, это, возможно, то, что я буду рассказывать, чуть-чуть повторить то, что говорил только что Алексей Юрьевич. Это неизбежно. Вторая вещь, что «Корфиолшебные сказки» — очень хорошая книга. И я попытаюсь говорить о ней так, как будто бы она вышла сейчас, то есть без скидок на то, что это старая книга. Поэтому, если что-то прозвучит как жёсткая книжка и т.д., то это потому, что мне кажется, что книга по-прежнему остаётся актуальной. Как бы не надо делать скидок на то, что, ну, сколько лет прошло, а иногда. Ну и третья вещь, что я, конечно, предлагаю, поскольку эта книга хорошая, то всегда можно предложить несколько прочтений, да, дающихся труда. И это, разумеется, то, что я расскажу, это всего лишь одно возможное прочтение. Так что, можно сказать так, что одна из главных тем герой волшебной сказки — это, в общем-то, соотношение фактуры действительности. Построенная в ней типология сказочных форм, в результате сказочных героев, собственно, она опирается на то, что, значит, каждый из типов сказочных героев — это есть некоторое отражение, фактически, отражение исторической действительности. Но непростое. А возникновение того или иного типа героя — это есть реакция на изменения исторических ситуаций. Ну, приведу просто одну цитату, относящуюся к тому, стиху героев. «Мотив сиротки — это чисто бытовой социальный мотив, возникший в результате разложения первобытной общинной системы, развития малой семьи как новообщественно-производственной ячейки, нарушения первобытного общинного принципа распределения добычи». То есть, таким образом, фактёрная образность сказки есть реакция на социальные изменения, которые воспринимаются как несправедливые. «Это демократический протест» — это цитата против этих изменений. Ну, понятно, что такого рода подход к этому, в общем, можно сказать, что находится в русле то, что называется «советским марксизмом». Ну, что это само при себе такой вопрос сложно, да, совпадает ли это с таким марксизмом в узком смысле этого слова. Ну, понятно, да, что мы имеем, во-первых, подход, так сказать так, к истории, к историческим ситуациям как история конфликтов, да. Это может быть классовая борьба, это может быть столкновение там старого иного, чего угодно, но в основе всего лежит конфликт, да. И вторая вещь, в общем-то, можно говорить о том, что есть, да, базис, есть настройка, да, что фольклор в определённом смысле есть как бы отражение, реакция на, значит, изменение социальной действительности. Вот. Ну, значит, ну вот, такова жизнь. Вот. Если мы дальше попробуем проанализировать строение героя волшебной сказки, то там можно увидеть три компонента. Да, да. Ну, во-первых, описывается тип героя, да, это сиротка, это маршебра, органимый патч, лиценинский герой. Это та вещь, которая была воспринята, пожалуй, наиболее, значит, сильно в отечественной науке, да, этим пользуются. Вот она, собственно говоря, если мы откроем, значит, огромное количество трудов, то мы увидим, как на эту типологию опираются. Вот. А, значит, второй компонент, который востребован сейчас уже гораздо меньше, это, значит, рассматриваются характеристики общества, фактория которых это герой встречается, при этом характеристики синхронные. Ну, вот, например, несколько цитатов. Бун Антона, как большинство милонидейских племен, находится на стадии материнского рода. У североамериканских идейцев, сохранившихся в основном материнский род наследие, идет по женской линии. У Макдаши господствуют классические формы большой патриархальной семьи, включающие даже элементы патриархального рабства, ну и так далее, да, то есть, таким образом, описываются социально-этические, социальные характеристики тех традиций, в, значит, в факторе которых встречается тот или иной тип героя. Ну, вот. Третий компонент, значит, рассуждений, это очень существенное, что эти синхронные характеристики всегда вписываются в эволюционную последовательность. Таким образом, историческая ситуация является результатом предшествующей эволюции, предвестием дальнейшего развития. Значит, что за эволюция в книге? Это более-менее, значит, она более-менее классического, такого Тейлорского-Морганского типа, воспринятого советской исторической наукой. Значит, приведем цитаты, которые позволяют это увидеть из самого эволюционного сказки. Да, мотив бедного, обездуянного сиротки, закономерно проявляются факторы тех народов, у которых разложение материнского классического рода, первобытный общинный устроен, приводит не к заданию большой патриархальной семьи, как высшей формы родового общества, а к разложению общинной системы в целом. Значит, следующий статус. Социальная почва для идеализации младшего брата создаёт разложение патриархальной общины и возникновение классового неравенства. Одно из самых счастливых последствий разложения патриархальной семьи – переход от общинной собственности большой семьи в частной индивидуальной собственности малой семьи, который получил известное выражение в борьбе Минарата и Майората. Следующий статус. Таких статус, на самом деле, конечно, там очень много. В общем, можно выстроить, даже просто анализируясь, если вы ничего не знали о синхронных терапевтик-концентрах, можно выстроить следующую эволюционную последовательность. Сначала материнский род, затем патриархальная большая семья, затем малая семья. Ну вот, значит, предполагается, что эта эволюционная последовательность, одна и та же у всех народов, её звенья не могут лести в другом порядке. Но, опять же, как говорит Комиссар Моисеевич, внешние влияния не могут приводить к тому, что отдельные ступени не могут пропускаться. Переход от материнского рода сразу к малой семье у меланезийцев объясняется тем, что народ, осуществивший такой переход, пропустивший звено большой семье, они на довольно ранней ступени развития подверглись разрушительному воздействию европейской туристической цивилизации. Ну и так далее. Ну, допускаются, разумеется, определённые локальные реакции в эволюции, например, разложение того, что универсально, но в случае появления фигуры патчевица объяснение такое. При классификаторской системе расслаба, использовавшей в родовом обществе, ни патчевица, ни мальчика, как социального влияния не было. Они появляются при нарушении традиционного врачного обмена между родами внутри в лени, при нарушении, значит, риндогами вне племени. Патчевцы существует реансировка, но типичная она для сказок культурных, особенно европейских народов. Им спросят моногамия, при которой мог существовать одновременно математика. Таким образом, у нас есть генеральная эволюционная последовательность, но моногамия есть некоторая локальная особенность, европейская, и поэтому там происходит нечто. Вот, значит, ну и опять-таки в этой цитате, да, что проявляется вот эта вот известная эволюционерская вещь, да, то, что разные параметры социальной структуры жестко связаны со стадией эволюции. Предполагается, да, что есть родовая организация, значит, есть, значит, классификаторская система родства. А брак, например, да, он вроде бы как независим, может быть, да, вот европейский многамный брак, у каких-то других народов, значит, полигамия. Вот, значит, ну, чем, значит, понятно, чем хорош такого рода эволюционизм? Ну, тем, что он позволяет, значит, хорошо загадывать прошлое, да, что мы можем, например, поскольку все, все, все общества прошли стадию материнского рода, в них можно увидеть, например, всякого рода пережитки этого самого материнского рода, да, картина становится ясной, мы можем, мы всегда знаем, что было дома, в общем, более-менее. Ну, таким образом, это классический, то, что называется, униелинейный эволюционизм, вот, который сложился, ну, там, в общем, в конце 19-го века. Вот, я подчеркиваю, униелинейный, да, вот, Морган. Морган, Энгельс и так далее. Ну, если мы, вообще, если в комментариях науках есть опровергнутые теории, что совершенно не факт, ну, то эта теория может считаться, значит, опровергнутые. Существует огромное количество, ну, скажем так, не огромное, большое количество контрпримеров, которые нарушают революционную последовательность, предложенные, вот, ранние революционисты. Ну, там, пример, да, мне кажется, примеры будут довольно экзотические, но что делать, да? Что, например, у Майя, вообще мы из Америки, первого тысячелетия нашей эры, фиксируется хорошо переход от малой земли к малой земли, да? От малой семьи к большой семье, да? Хотя не разложение вот этой пресловутой большой патриархальной семьи, превращение в малую, а наоборот. Ну, вот, родовая организация характерна для ранних земледельцев, а не для охотников-собирателей, которые совершенно явно древнейший тип вообще хозяйства, ну, как хозяйство-устройства, по которым жил человек. Ну, вот, в основном охотники-собиратели не имеют родовую организацию. Ну, вот, опять же, у тех же охотников-собирателей, если мы говорим о системах родствов, фигурирует весь спектр возможных систем родствов, никакой эволюционной последовательности, там, переход от классификаторной к какой-нибудь еще системе, ну, нельзя доказать. Бывает просто все. Ну, и так далее. Вот, ну, значит, как сказал Сергей Юрьевич, вот, можно было бы сказать, что, значит, вот такой эволюционист был опровернут и забыт. Ну, это, конечно, я бы сказал, что это не так. Значит, ну, а, значит, что вообще можно, собственно, с этим делать применительно к герою волшебной сказки? Ну, вообще, можно это все отбросить, забыть, сказать, что, ну, какие-то скрустаревшие схемы, а взять, на самом деле, оттуда то, что реально происходит, вот, типологию, да, что есть типология героев, которая, значит, вот так-то работает, эти самые типы могут быть сопоставлены с другими типами, с другими, значит, элементами, фактурами, ну, и так далее. Вот, ну, понятно, что это, в общем, видимо, наука так пошла по этому пути. Вот, и понятно, на самом деле, почему? Почему? Потому что эволюционизм, во-первых, кажется, казался устаревшим, вот, ну, и, во-вторых, еще немаловажная, значит, причина того, что у нас фоклористы более-менее части филологии, да, вот, а не этнографии. В общем, как правило, фоклористы не считают себя компетентными в том, что, ну, там, мало, там, социальная эволюция, ужас-ужас, ничего в этом не понимаем, мы как-то мы занимаемся фоклором, вот, текстами. Вот. Но, вот то, что произошло реально. Но мне кажется, что, возможно, в общем-то, другой путь, который будет продолжать линию, которая заложена в герой волшебной сказки. На самом деле, песня будет, там, линейный эволюционизм, эта вещь, отброшенная, но на смену ему, в западе науки пришел нео-революционизм, который вполне себе, не то чтобы процветает, но существует. Вот. И, соответственно, совершенно хорошо бы применить к тому материалу, которым занимался, значит, Физер Мусевич, собственно говоря, нео-революционистский подход. Ну, во-первых, необходимо расширить источниковую базу. Понятно, с того времени, во-первых, было опубликовано, записано огромное количество факторного материала, плюс, понятно, что сейчас доступно гораздо больше материалов, даже старых, чем которые были доступны Елизаветом Есеничем. Хотя, на самом деле, все-таки, вот, учет старой публикации у него очень хороший. То есть, как бы, он действительно замечательная книжка, даже в смысле вот источниковой базы. Ну, вот, значит, такое расширение источниковой базы позволит уточнить, условно говоря, реальные формулировки такого вида, как, например, цитата «Образ бедного сиротки занимает важное место в повествительной факторе некоторых культурных остаток народа». Мелуизийцев, тибет-германских горных пулеметов, тибет-нагидейцев, эскимосов и чукчей, да? Можно расширять такого рода списки. Это само по себе, значит, интересно. Во-вторых, значит, необходимо, конечно, если при расширении, чем больше мы расширим вот эту источнику базы, тем больше нам придется обращаться к синхронным характеристикам темных традиций. Таким образом, можно уточнить всякого рода значит, утверждения, ну, вида, значит. Вот, например, да, сказка «Пользя» у всех американских идейцев и младзийцев нет, у которых осталось, понимаете, да и китайцы, конечно, материнский род или его пережитки, нет идеализации младшего брата, героев развивающих художественных сказки «Сирота». В сказках этих народов младший брат встречается редко. То есть таким образом мы можем на самом деле получить весьма интересные результаты такого рода. Во-первых, это, понятно, разного рода ареальное распределение. Это интересно, потому что на самом деле мы можем сказать, что вот для таких-то, если у нас есть традиции генетически связанные, и мы можем рассказать, возможно, мы сможем сказать, что та или иная группа для той или иной реальной группы характерен тот или иной тип героев. Во-вторых, вот это уточнение социальных характеристик народов носителей тех или иных традиций позволит, на самом деле, вероятно говорить о социальных детерминатах, которые определяют характеристики фольклора. Действительно ли наличие материнского рода, материнский род термин устаревший, например, материнение, если приводит к тому, что нет идеализации младшего брата, а, например, все, появляется. Это интересно, потому что на самом деле мы видим соотношение вот этого преслового баллица и настройки, является ли фактур отражением чего-то, либо же он автономный. И, наконец, третья самая сложная задача – это, соответственно, в некоторых случаях мы можем, на самом деле, уже сейчас говорить и говорить о предшествующих стадиях эволюции тех или иных обществ. Данная археология, данная лингвистика, данная генетика позволяют уже в какой-то степени реконструировать реальные эволюционные последовательности для некоторых обществ. И если мы сравним это с утверждением, выдвинутым, по крайней мере, либо просто в книге, либо предложим в свои, то мы можем сказать, на самом деле, действительно ли формулировка вроде того, что там, где разрушается большая семья и на смену приходит семья малая, такие случаи и есть. Как на это реагирует фактур? Какие типы, например, сказочных героев характерны для тех или иных традиций? И наоборот, если у нас есть другая эволюционная последовательность, например, переход от, мы можем зафиксировать в некоторых случаях, переход от, например, семьи, от малой семьи к большой, то что там творится с этим фактуром? Таким образом, это позволяет, на самом деле, верифицировать или опровергнуть утверждение одной из центральных идей героя волшебной сказки, что фактур не просто реагирует на социальную действительность, а на ее изменения. Вот, ну и в конце можно сказать так, что, ну, мне кажется, что, во-первых, как бы, теория, которая была выдвинута в «Герои волшебной сказки», сейчас, ну, можно сказать, жестко, она не подтверждена и не опровергнута, потому что данных, на самом деле, слишком много. Но это, как бы, великая вещь заключается в том, что она, ее можно довольно легко, таким образом, поставить задачу, что, значит, эти утверждения будут подтверждены или опровергнуты, это позволит сказать довольно много о том, что такое фактур, как он живет и так далее. Причем сделать это, я подчеркну, на, при помощи действительно строгих процедур, на очень высоком уровне строгости, с применением, там, ну, хорошей настоящей науки. Ну, вот, ну, конечно, это огромная работа, понятно, но мне кажется, что, вот, да, я говорю, волшебные сказки, через 50 лет, он актуален не только, там, своей типологией, не только, но и, на самом деле, постановкой задачи, которая, как бы, до сих пор не решена, ну, вот, она настолько хорошо поставлена, что представляется, что очень перспективно, если скажем так. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы. Вопросы по крупным соображениям. Не рискуй. Спасибо.